Всем добрый день! И я продолжаю рассказывать про арт-проект «Контур культуры», который проходил в прошлом году в Москве. Часть объектов, скажем так, мы с вами уже прошли. Не могу сейчас сказать вам, сколько точно. Всего в проекте участвовало 12 культурных центров и 14 библиотек. Сегодня я специально приехала в Зеленоград, потому что здесь 4 помещения, скажем так, один культурный центр Зеленоград, который у меня за спиной, и три библиотеки, где проходил этот арт-проект «Контур культуры». Поэтому сейчас... Ой, извините, солнце прямо в глаза. Поэтому сейчас мы с вами пойдем, поищем сначала контуры культуры в культурном центре, а потом пойдем в библиотеки. Государственное автономное учреждение культуры города Москвы, культурный центр Зеленоград. Ну что, пойдемте. Ну вот, так бывает. Не успели зайти, уже выходим. Как мне сказали работники культурного центра, здесь вот на стенах, прям вот так на стенах, не рисовали. Здесь были съемные стенды, как, знаете, как на выставках картины, вот снимают со стен. На них рисовали художники, причем мне даже не смогли сказать, какой художник здесь рисовал. А через какое-то время их убрали и увезли. Ну, вот так бывает. Ой, что-то ветер поднялся. Ну, в общем, не очень нам повезло, скажем, совсем не повезло с культурным центром. Там, как я уже сказала, нет там уже ничего, но все равно у нас еще есть в запасе три библиотеки. Пойдемте теперь туда. Я надеюсь, что там нам повезет больше. Ну вот мы с вами около библиотеки 249 в городе Зеленограде. Так, ну пойдемте попробуем. Может, здесь нам повезет. Так, это было детское отделение, а нам нужно взрослое отделение этой библиотеки. Вход за углом. Ну, что ж такое-то? Ну, что ж такое-то? Ну, хоть там, может, нам повезет. Так, ну что, попытка номер два. Все-таки меня вернули в детское отделение. Но, к сожалению, не все знают, что здесь такие рисунки есть. И вот здесь вот, вот такой рисунок. Так, авторисунок Алексей Столяров, город Москва. Называется этот рисунок «Открытая книга». Монументальная живописная работа в стиле абстрактного экспрессионизма, вдохновленной импульсом исследований, погружения, путешествия, которые придают чтение. Она о живом поиске и интересе, вере в результат этого исследования и в одущевлении исследователя. Кто ищет, тот всегда найдет. Ищите и обрящите. Как-то я не очень понимаю. Ну, это, наверное, я так понимаю, книги. Ну, ярко, красиво. Посмотрите, что я еще здесь нашла. Спроси у родителей, как играть. Кластики, резиночки, города, лапта, горячая картошка, секретики. Так, здесь нам все-таки повезло. Все-таки мы нашли. И еще у нас две библиотеки. Так что идемте, идемте дальше. Так, еще одна библиотека. Номер 251. Так, я думаю, что я правильно попала. Да. Ну что, пойдемте. К сожалению, здесь я могу вам показать только фотографии, которые я нашла в интернете. Потому что меня не пустили даже сфотографировать. Автор этих рисунков Настя Вокина, художник из Санкт-Петербурга. Она расписала здесь 90 квадратных метров. И вот, что она сказала о своих рисунках. Каждый находит здесь то, что хочет. Чтобы понять, кто изображен на Мурале, зрителю нужно применить фантазию. Вы знаете, я немного в шоке вообще. Библиотека 251, город Ильинограды, детская библиотека. Мало того, что мне не разрешили снимать. Это запрещено. Мне не разрешили сфотографировать. Запрещено. Мне даже не разрешили посмотреть. Я хотела со стороны лестницы просто посмотреть. И мне это не разрешили. Вы знаете, если честно, я была в шоке. Вот сколько я прохожу культурных центров, библиотек. Неважно, детские, взрослые. Нигде не отказывали. С удовольствием мне всё это показывали. Ну что, тоже своеобразный опыт. Ну что делать? Есть ещё одна библиотека, 253. Я надеюсь, что нам с ней повезёт. Так что поедемте дальше. В следующую библиотеку. Здесь мы не то что контуры, мы вообще культуры не словили. Так, ещё одна библиотека, 253. Ну я надеюсь, здесь проблем не будет. Всё-таки как-то уже хотя бы через одну, чтобы у нас проблем не было, пойдёмте попробуем здесь. Здесь вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Здесь в читальном зале украшена стена. Автор этого рисунка художник Ор Дробь Лова. Ну, Орлова, видимо, у неё фамилия. Она сама из Зеленограда. И этот рисунок называется «Дети». И вот как она сама описывает этот рисунок. Главные персонажи – моя дочь Василиса и сын Арсений. На стене книжные строчки перевоплощаются в детскую фантазию. Множество книг, животных и фрагменты из сказок, которые знакомы многим поколениям. Отдельно хочу отметить белку. Она является зеленоградским символом, демонстрирующим любовь жителей к природе своего округа. И, конечно, к этим самым популярным в городе зверькам, которых дети и взрослые наблюдают каждый день. Вот. И ничего страшного. Вообще я не понимаю, почему мне в предыдущей библиотеке дали отказ. Наверное, принципиально. Или испугались то, что не было заведующей в данный момент. Там пусто было. Я понимаю, если бы там были дети, и они боялись, что я детей сниму вообще. А здесь, в 253 библиотеке, вообще без проблем дали снять. Вот. Так что вот такая у меня сегодня получилась сборка контуров культуры. Из четырех только два рисунка. Ну что, это тоже результат. Ну, один уважительной причине, второй нормально, третий по неуважительной причине. Ну, я так считаю. Ничего особенного не произошло бы. Мне даже фотографии даже не дали сделать. Ну, то есть, ну, я не знаю. Я не знаю. Может, возможно, просто пошли на принцип. Вот. На этом я заканчиваю свой сегодняшний обзор арт-проекта контура культуры. Так, в Зеленоград я обошла. Осталось совсем немного. Несколько библиотек. Нет, и культурный центр там есть в Москве. Но они все так разбросаны. Вот. Ну, что делать? Что делать? Здесь тоже в одном городе, но между ними я ходила чуть ли не по лесам. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы не видели первое видео про арт-проект контура культуры, заходите в мой плейлист арт-проекта. Там все есть. И первое видео о том, как все это начиналось. А я говорю вам спасибо большое. Оставайтесь меня на канале, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok